Даня Милохин начал подкатывать квали-карнавал. Dream Team обвинили в плагиате идей команды XO. Подписчик Влада А4 нашёл в Москве. Лина Луна признала, что полюбила инстасамку. Всем привет! Это канал Окблогер, и сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и погнали! Даша Дошик сейчас начала регулярно приезжать в Москву и понемногу вливаться в блогерскую тусовку. Буквально пару недель ей хватило, чтобы понять, как всё там устроено и почувствовать себя использованной. Со временем начинаешь понимать, что мир не крутится вокруг тебя, а если ты кому-то сдался, то только потому, что этому человеку выгоден. Смотрю на всех своих друзей и знакомых и вижу, кому я нужна, потому что они меня ценят и любят. А кому нужна, потому что, но она же мне не откажет помочь с рекламой, мы же друзья. У меня тоже есть глаза и уши в правильных местах. И твои сова, да что она мне сделает, она ещё маленькая, я прекрасно услышала, обратилась к кому-то Даша. Она не стала называть имён, но позднее пояснила, что конфликт с этим человеком был улажен. Я чувствую себя просто великолепно, просто замечательно. Я уже как бы обмозговала вот это всё, поговорила с тем человеком, кому были адресованы прошлые сторис. Поэтому всё замечательно, насчёт Москвы ещё ничего не знаю, но постараюсь. Дошик также не теряет надежд выйти в ближайшее время замуж. Хоть ей ещё только 17 лет, она уже ждёт от своего молодого человека кольцо. Саша Спилберг после своей пропажи обвинила СМИ в кривете, что на неё зря наговаривают о якобы фейке с исчезновением. Но если вы смотрели её истории последние несколько дней, то наверняка понимаете, что она готовит запуск какого-то курса. Саша слишком банально начала рассказывать, как это круто быть независимым. О всяких онлайн-профессиях, как она сама обучила своего менеджера, который сейчас помогает ей решать кучу задач. Подобных прогревов было уже настолько много, что все сова Спилберг выглядят слишком смешными. Димас Блок вчера был одним из спикеров на ежегодном блогерском форуме. Там и он сам послушал много умных мыслей от профессионалов из различных сфер, после чего загорелся сразу двумя идеями для развития своей карьеры. Парень, похоже, не хочет ограничиваться только съёмкой смешных видео, но и думает заняться бизнесом. Сейчас у него есть желание создать свой собственный бренд одежды. Но не просто какие-то банальные футболки и худи с принтами, а классические костюмы в необычном стиле. Я думаю, это явно будет востребовано среди селебов, а одним из постоянных клиентов станет Дани Милохин. Дрим Тим, по примеру, коллег из Иксо тоже попробовали залететь в мировые рекомендации. Для этого они взяли популярный мировой тренд и сняли свою версию ролика. Правда, из-за того, что в России подобный контент видели в основном от Иксо Тим, участников Дрима начали обвинять в плагиате. Да и в целом их постоянно аудитории не зашли такие изменения. Нет, пожалуйста, не становитесь, как Иксо, просят их зрители. Большое интервью каналу «Стенка» дала Оля Шелби. С Ксюшей они затронули недавние сова Лианы, что девушку на самом деле выгнали из команды из-за конфликтов. Оля не хотела больше молчать и поэтому впервые раскрыла, что ссоры у нее были в основном с продюсером Ярославом Андреевым из-за усови работы в команде. Именно в плане работы. Меня много не устраивало, у меня были вопросы. Когда меня что-то не устраивает, я об этом говорю. Это было неудобно. Главным же недовольством девушки оставалось то, что в Дриме весь акцент делается на их супер-тройку издании Ани и Артура. Именно для них пишут много песен, отдают большинство рекламы и приглашают на шоу. А Олю же как полноценного артиста с голосом не хотели развивать. Блин, у меня было столько концертов, я уже прокачанный артист, я знаю, как работать на студии, что это, как делаются аранжировки, как пишутся песни. Я готовый артист, я хочу песни. И такие, ну мы сейчас вот запишем одному, второму, третьему, четвертому, а дальше подумаем. Подписчик Влада А4 проявил смекалку и смог вычислить, где он с командой снял новый офис. Главным па***ом стало вот это видео в ТикТоке Кобякова. На досках объявлений еще не успели удалить предложение по аренде помещения с аналогичным интерьером. Оно находится в комплексе Москоу-Сити в башне Империя. Если сопоставить все факты, что бумагу до сих пор ни разу не спалили в городе, квартиру он, скорее всего, снимает там. А так как на территории везде охрана, Влад может практически не выходя на улицу беспалевно перемещаться из дома до офиса и обратно. Лариса Долина снова радует нас своими кринжовыми высказываниями. Заслуженная артистка недавно вернулась в Инстаграм и буквально через пару дней получила обвинение в плагиате слов о каком-то романсе. Ее это сильно возмутило, и она обратилась к подписчикам с просьбой требовать у администрации соцсети галочку для ее аккаунта. Я потому и не могу получить эту пресловутую синюю галку из-за количества фейковых аккаунтов, выдающих себя за меня. Я устала от этого, но может вам, мои уважаемые подписчики и представители моего фан-клуба, написать коллективное письмо в дирекцию Инстаграма с жалобой? Потому что если в ближайшее время я не получу галку, я уйду. Закрою все свои страницы в соцсетях, мне придется это сделать, заявила певица. Лина Луна в шоу Ночной контакт рассказала, почему же в начале карьеры взяла себе псевдоним. Девушке просто не нравилась настоящая фамилия, она считает ее некрасивой. Луна Ком, а ты что, сайт? Если бы, мне просто фамилия стрёмная, Тарханова. Я всегда за это стебали, типа Тархунта. Луна Ком один из немногих блогеров, кто согласился раскрыть стоимость рекламы в историях. За ней ежедневно наблюдает больше 600 тысяч человек, а упомянуть ваш профиль на такую аудиторию обойдется в 60 тысяч рублей. Такой вопрос, конечно. Ну, например, в сторис стоит от 60 тысяч рублей отметка. В сторис один, это 15 секунд. Да. Лина также прояснила момент конфликта с инстасамкой. Она отпустила всю ситуацию и больше не держит зла, что ее когда-то кинули на рекламу. А сейчас она вовсе считает, что Даша большая молодец. А так, нет, на самом деле я к Даше хорошо отношусь. Она молодец в плане музыки и контента. Как ни крути, вот какие бы конфликты она ни создавала, это всегда интересно. Но я бы просто так не смогла. Вчера своей историей, которая появилась буквально на 5 минут, удивила всех Лиза Василенко. Да, я перебивала с твоим парнем, но я не знала, что вы вместе, написала она. Зрители стали гадать, кто же тут имелся в виду, но через некоторое время стало понятно, что это лишь задание. Вместе с Риной, которая решила признаться в чувствах Милохину, они были в гостях шоу Дианы Астер. В следующем после девочек выпуске мы также увидим дуэт гостей из Тендерли Бай и жены Моргена Дилары. Валя Карнавал поделилась еще одним вариантом образа к Хэллоуину. Она пристала в костюме феечки ярко-золотого цвета и получила массу комплиментов в комментариях. Не прошел мимо и Дани Милохин. Взлетишь, пупс, написал парень. Даня давно проявлял симпатию к бандитке и в целом не раз признавался, что она ему очень нравится. Даже если это был подкат, в отношении между ребятами не особо верится. Так как Валя как минимум из уважения к Юле не станет заводить ничего романтического с Милохиным. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя как всегда завтра на этом же канале, увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok